Именно здесь, показывает нам Миша, летом все и случилось. На знакомого почти всему поселку, психически нездорового мужчину он обратил внимание, когда тот повел за дом ребенка. А уж когда этот человек стал маленького мальчика раздевать и раздеваться сам, Миша ждать не стал. Здесь лежал камень, я его взял и побежал к нему, и ему угрожал, чтобы он отпустил мальчика. То есть он спугнул его, и тот встал, и тогда Мишка побежал уже вот сюда за дом, закричал. Я услышала, что он кричит, мама, мама, мама. Это сейчас Ольга спокойна, а тогда, говорит, всю ночь не спала, утром обратилась в полицию. Мужчину задержали и осудили, хотя он и не ведал, что творил. А Мишу следователи представили к награде, которую он получил недавно, вместе с двумя подростками из Быстроистокской школы. Ему было приятно и только. Я как и был простым мальчиком, так и осталась. Просто сделал хороший поступок, все. Мишка у нас, как сказать, он не такой уж смельчак, что вот он кинется, да, безрассудно. Он наоборот, я считаю, он такой очень осторожный мальчишка. Но в этом плане, вот, наверное, сыграло вот это его, ну как, он сострадательный очень, вот, и жалостливый очень. То есть он, видимо, вот это, в нем сыграло вот это жалость к мальчику. Сам герой свою медаль ставит наравне с наградой по кикбоксингу. Спортом Миша занимается основательно и дипломов у него уже много. Больше его обрадовал планшет, который тоже вручили следователи. Кстати, в перспективе Миша предложили учебу в престижной кадетской школе. Но наш герой планирует следовать за своей мечтой. Школу свою тэквондо всегда хотел открыть, чтобы ко мне ходили ученики, набирались знания на тэквондо и могли постоять сами за себя. Не могу сказать ничего, что там его как-то особо так вот отличает. И, ну, учится неплохо, он без троек учится, старается. Ну, тоже бывает иногда и замечания напишет учитель, чтобы разговаривал на уроках или там чего-то там, не подготовился, там не принес картон. Между тем, в детском саду, куда ходил Миша, решили начать вести электронную страничку. Ими гордится детский сад. И начали с него. Так что героическая история мальчика из поселка Лесной не канет в лету. А если бы вот еще такая ситуация произошла, ты бы так же бы поступил? Если там какой-то был 40-летний бы, мужик уже пьяный попался какой-то, то есть уже здоровенный, то я бы на всякий случай позвонил в полицию, и они приехали, его бы остановили. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.